И всем привет, ребят, с Мистер Байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен получению нового замечательного предмета с элитного пропуска. Сегодня, как вы видите, последний уже день, и как всегда по традиции, в последний день мы забираем тот самый заветный приз, в нашем случае на сегодняшний момент времени это Твинс СП, которого у меня не было. В прошлый раз мы забрали Мамонта, сегодня мы забираем Твинса. Но если вы ждали этот видос, то обязательно поддержьте данный видеоролик лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте, в основном, личный такт, такт, МП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Для того, чтобы нам получить тот самый заветный новый скин и обкатать его, нам нужно выполнить одну вот эту вот замечательную заданку. Я посчитал, что мне не хватает как раз-таки еще 3 дополнительные звезды. Дальше мы забираем все заданки, которые у нас есть со звездами и получаем заветный скин. В последний день все по стандарту, все по традиции у нас в этом плане разыгрывается, поэтому я пикаю быстро в осаду, где нам нужно набрать вместе с вами 300 очков. Берем дефолтненькую комбинацию в виде хопера молота, которая на сегодняшний момент времени есть возможность на этом вооружении набивать очень-очень много очков за короткий период времени. Ну и надеюсь на то, что меня сейчас закинет не на супер огромную карту, где будет как раз-таки та самая возможность реализации этого вооружения. И буквально там за 2 минуты, может за 3, набьем эти 300 очков, получим тот самый заветный скин и дальше уже выкатим эту супер торпеду в рамках матчмейкинга, потому что я уже для себя придумал одно очень интересное вооружение, которое мы сегодня вместе с вами попробуем реализовать и посмотрим, что у нас из этого получится. По ощущениям должно быть очень-очень круто, ну а как оно будет на самом деле, это уже покажет наш замечательный новый твинс с вооружением. Так, меня закидывает конечно на максимально грустную карту, меня закидывает на стадион, на стадионе 300 очков, но это только если я буду пушить сейчас под базу противника, у нас будет возможность набития большого количества очков. Если я сейчас буду играть пассивно, то в любом случае с пассивной игрой у меня не будет возможности быстрого набора и уничтожения противничков. Так, ну и будем пробовать сейчас въезжать, будем значит пробовать агрессивно въезжать на базу и стараться там накидывать уже урон. Может быть наверх как-нибудь мне удастся проехать и занять позиционку, но как будто бы меня уже начинают немножечко респить и как будто я могу быстро просто поменять пушку на шафта и на шафте быстро наклепать эти самые заветные очки. Даже мы можем взять крусейдеры, чтобы у меня еще и аудишка была сильная и теперь попробуем быстро поднавалить большое количество урончика, потому что мне-то надо всего лишь 300 очков. 300 очков это не какие-то там безумно большие цифры, поэтому будем стараться сейчас это все дело быстро реализовывать. Блин, под резист. Стрельнул под резист попал, ну как всегда, по дефолтику. Так, по хопперу здесь неплохие тычки тоже залетают. 55 очков у нас уже есть, 70 уже даже есть. Так, ну и будем пробовать сводить. Противник благо здесь открывается, под нас шикарно. Самое лучшее устройство на шафт работает максимально эффективно. Поэтому будем пробовать добивалову здесь оформлять. Так, противник открывается под нас, стоит на пассивной позиции. Хотя, по идее, там можно было бы тоже подраздать грязючки. Так, у меня только 100 очков. Хотя я планировал за 3 минуты набрать нужное количество и уже приступить к полноценному получению нового устройства и к его тесту. Да, вернее не устройство, а скинул. Да, но пока что у нас каточка еще и какая-то турбосливная начинается. За 2,5 минуты у меня 120 очков. Но мы не отчаиваемся, будем стараться сейчас все это дело набирать. Магнум мне тут просто залепливает в головешку с новым вакуумным устройством. Да, и урона, конечно, летит крайне-крайне много. Блин, прокатился я немножко здесь по прицельчику. И, соответственно, немножечко нетаймингово у нас здесь все это дело получилось. Так, пробуем под винцу накидывать. Меня и здесь респят! Боже, что за дичь происходит? Как это меня так уносит? Бесшансово. Ничего не могу сделать. Будем пробовать сливать с маку. Мака закрывается. Пробуем наносить урон тогда по хопперу, который стоит на цель. Меня просто респят. Меня просто респят. Просто респят. И мы уже контролят наши спауны. Уже в наглях здесь. Давай, это тут досрочка будет быстрее. Я с досрочки быстрее звезды получу по ощущениям, чем я получу звезды с моих 300 очков. И по ощущениям все закончится намного быстрее, чем я думал. 150 очков у меня всего лишь. Вот так всегда бывает, когда тебе надо немножечко, вот немножечко фармика, да, то есть тебе вот, ну, чуть-чуть надо набрать. 300 очей. Так у тебя будет катка, в которой ты настолько будешь тяжело набирать эти самые заветные очки, что по итогу даже бой закончится по ощущениям быстрее, чем ты сделаешь нужное количество очков. Идеальная могла быть сосуля под двоих, но эта сосуля закончилась на выстреле в тиммейта. Так, здесь два гауса мне просто сводки дают в голову. 185 очков у нас уже имеется. Ну и на все про все мне надо здесь заработать еще 120. Рикошет здесь, ой-ёй-ёй-боже. Тоже такое невезение. Даю со сводки 2.989. Да, если бы я его еще бы и не забрал по итогу, это было бы максимально грустно. Но благо мы его там забираем. Пытаемся сразу с агрессивной сводки дать еще пичку по другому противнику. Здесь уже шафт целится по нашим тиммейтам. Пробуем забрать этого хантера рикошетом. Но мне залетает еще одна сводка от гауса. Я улетаю на респаун и у нас захватывают уже пятую точку. Да, хоть бы одну сосулендру бы я бы попал в ётку в цель. Может быть и контентик какой-то бы у нас залетел. А так гаусс у меня сводит. Я летаю только с одного респауна другой. И не могу никак закрепиться ни на какой позиции, ни на каком уноске за носки. 1600 со сводки и 1600 скрита. Нормальный урон у шафта. Так, пытаемся дать вот такую вот агрессивную сосулендру. Шикарнейшая сосулендра через всю карту залетает по противнику. Так, ну и пробуем теперь забрать еще одного бойца. 270 очков у нас уже имеется. Центральная точка. Так, ну и все, надо добивать. Надо добивать, ребяточки. Добивать те самые заветные очки. Меня тут сажают, конечно, на пятую точку. 280 имеется. Ну и магнум, конечно, с лакомными снарядами. Очень сильное устройство. Вы видите, сколько большое количество урона даже на такой карте наносит здесь противник. 5 очков мне остается до выполнения. И все! Спустя сколько получается минут? Где-то минут 6. Нет, даже больше. Я все-таки заканчиваю эту катку. И получаю нужное количество тех самых заветных звезд. Мы забираем баблицо. Мы забираем отсюда. Мы забираем отсюда. И все. Заданочка с 15 уровнем выполнена. Мы получаем на свой аккаунт скин Тевинс СП за 2 300 танкуин. Что является тоже довольно дорогим моментом. Ну а у нас еще и при этом все. 106 ультра контейнеров накопилось. Поэтому, ребяточки, мы проявляем максимальную активность на этот видос. Набираем 150 лайкозавров. И я сразу же лечу моментально открывать эти 106 ультра контейнеров. При том, что здесь есть возможность выбить скин Ареса Экстин. И выкатываю сейчас Мамонта Твинса. Мамонта Твинса. Но не просто Мамонта Твинса. А с Мамонтом Драйвер. Который мне относительно недавно дропнул. И который еще контентик, мне кажется, даже и не выходил. Если я не ошибаюсь. Этот контент даже еще и не появлялся. Поэтому это можно так сказать. Спойлер контентика дополнительного. Твинса берем СП. Которого у меня не было. Но который у нас появляется. И вот такая вот Мамонта Твинсовая торпедочка. Торпедочка с драйвером. И с устройством. Турбо ускорители плазмы. Это супер торпедная темка получается в комбинации. Будет сейчас выкатывать в специальный режимчик. На Бамонта Твинсе. Где можно еще и дополнительные гранаты накидывать. Можно еще и контролить овердрайв. И контролить голды. Под прожатием овердрайва. Сейчас попробуем все это дело реализовать. И я очень сильно надеюсь на то. Что у нас все получится в лучшем виде. Меня еще запикивает на начатую карту. Шикарно кстати что меня запикивают на начатую. Потому что мы уже и так довольно длительный период времени катаем. Так ну и все. Пробуем наваливать. Пробуем валить здесь урончика. С Твинсом на дальность. Туда эту тушеночку. Туда эти гранатки. В себе гранату конечно дал. Но ничего страшного. Голдосичек уже появляется. И предыдущий видос. Когда я получал Мамонта. СП. Я говорил о том. Что было бы очень круто. Если бы у меня на аккаунте был бы как раз таки драйвер на Мамонта. Которого у меня тогда не было. И вот вуаля. Проходит. Буквально там несколько недель. У меня падает Мамонт. И я теперь уже могу с Мамонта Твинсом. С Драйвером давать плотненького контентика. Особенно на кризисе. Сейчас это все дело должно залетать максимально жестко. Под именно выпадающие голды. Противничек когда будет играть под них. У нас должно все это дело максимально эффективно работать. Так. Кидаем гранатку на гол. Может быть сработает. Срабатывает гранаточка на 3000 урона. Сюда Контактик. Так. 95% овердрайва у меня уже есть. Оудишка сейчас будет. И попробуем под врывалову под этот овердрайв. Сделать контентик. Мамонт все-таки в этом плане является супер вкусным корпусом. Который может вот так вот. Просто в наглях въезжать в базу противника. Только не против Гаусса. Который меня здесь ваншотает. Так. Ребяточки со мной здороваются. Передаем конечно же им привет. Но первый овердрайв оказался не столь жестким. Потому что меня приняли здесь. Приняли очень плотненько. Вот гранаточка. Ух идеальная в голову на 3000 залетает. Не ну я один из самых сильных сейчас на гранатах. Поэтому в принципе я не удивлен. Что эти гранаточки залетают идеально в голову противнику. Поэтому можно здесь накидочку супер плотную с гранатками выдавать. И еще и с твинцом на турбо ускорителе. Боже что это за грязючка. Что это за контактик. Ой под гранату чуть-чуть только я здесь долбанул грязи. Тыщенка еще на добавку. Может нам удастся вообще камбэкнуть эту катку. Каким-то магическим образом. У меня уже 11 киллов есть. 4,5 минуты до конца. Мы летим в 30 киллов. Да. В 33 килла мы летим. Но как будто бы. Как будто бы можно попробовать камбэкнуть. Как будто бы можно попробовать камбэкнуть эту катку. И сплэш здесь шикарный. Просто у этого твинца работает. Да. Критов только бы. Еще бы побольше залетало бы. Было бы просто великолепно. Так. 37 киллов отрыва. У меня сейчас будет появляться уже Оуди. Ну и вообще шикарно было бы под именно этот овердрайв. Уже реализовать под золотой ящик. Да. То есть чтобы я влетел на голд. И тогда у нас уже залетел супер плотный контентичек. Так. Здесь 2 гауса. Гром. Магнум. Давайте такой резист возьмем. Может быть нам резист немножко поможет. Гром. Гаус. Гаус. Мне просто от гауса надо взять резист. Здесь все остальные резисты у меня уже были одеты. Так. Пробуем накидывать урон. Пробуем накидывать здесь урончик. Какой-то лак сервера непонятный происходит. Здесь у нас несколько гаусов. Также наваливают домашки. Закидываем сразу им гранатку. Вперед на ход ноги. Под двоих. Ой-ой-ой. Это было мега вкусно. Так. Ну и вот падает, например, наконец-то тот самый заветный золотой ящик. С правой зонки. Где мы сейчас будем давать контролинга? Что ты хочешь от меня? Расскажи мне, пожалуйста. Что ты от меня хочешь? Мы сейчас будем давать плотненького контентика. Ага. Под голд. Ни один противник не сыграл под голд. Поэтому мы просто врываем. Просто врываем еще в одного. Ну и, к сожалению, моя стратегия с врывом на золотой ящик немножечко не удалась. Из-за того, что противничек под этот голд просто-напросто не сыграл. А вот сейчас был аудишник на центре. Как бы можно было бы его забрать, если честно. Бон, твинс с турбоускорителями, кстати, наносит очень хороший урон. От твинса резистов нету. И навалка прям залетает очень и очень вкусная, да, по урончику. К сожалению, мы, конечно, эту катку здесь вместе с вами уже не камбэкнем. Но в любом случае 20 на 10 даже в такой катке, в турбо-сливной, со середины боя нам удается сделать на этой суперской комбинации. Теперь у меня полноценно весь комплект, да, этого вооружения на аккаунте имеется, да. Поэтому теперь мы можем полноценно на мамонта твинсе с SP скинами давать плотненького контентичка, наваливать. Ну и еще под такой драйвер, ну вообще, вообще просто шикарно работает. Поэтому пишите, что вы думаете, забрали ли вы твинса. Обязательно поддержите видос лайком. 150 лайкозавров напоминаю открытие этих самых заветных 106 ультраконтейнеров. При том, что здесь есть ARES XT, который я бы очень сильно хотел бы выбить. Ну и также, конечно же, не забывайте подписываться на канал и писать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддерживайте максимально этот видос. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.